важная новость вот только-только там 7 минут назад пришла информация со ссылкой на нью-йорк таймс что байден разрешил украине использовать дальнобойные ракеты атакам для ударов по курской области ну давай если подрулил все-таки к этой теме трампе поговорим чуть попозже дать разрешение на использование атакам с которой издание называть серьезным изменением политики сша было решено в ответ на размещение в курской области северокорейских военных мы с тобой говорили о том что это разрешение будет дано сколько уж мы повторяем с упорством да что это было понятно будет дано и даже думаю это не столько может быть даже ответ на размещение северокорейцев хотя ее тоже а ответ на удар по объектам ядерной энергетики украины мы с тобой ведь обрисовали целую карту действий которые необходимо реализовать за последние дни недели работа администрации байден и американцам и европейцам вот европейцы в принципе они сейчас видишь послушали нас или говорят о том что да надо подумать о том чтобы использовать эти 300 миллиардов которые заначены арестованы арестованных российских денег на нужды украины да и вообще на нужды безопасности европы а я сейчас предлагаю другой другой еще действие который нужно успеть сделать до 20 января до 20 января евросоюз с подачи может быть европарламента может быть и нет должен заключить с администрацией байдена соглашение о поставках вооружений на ближайшие два года до того момента когда они развернут собственного пока это будут возмездные поставки возражать против них никто не станет просто по той причине что америка за это будет получать деньги а европа за это будет получать безопасность то есть вот что нужно сделать еще в оставшееся время на то что взять под охрану небо западную украину мы говорили о том что надо выпустить военный заем мы говорили о том что нужны четыре цели на которые надо его использовать мы говорили про 300 миллиардов мы говорили в общем делается практически все о чем мы с тобой говорили вот подкидывая свежий успеть заключить долгосрочный контракт на приобретение вооружений соединенных штатов америки кто-то пишет я не вижу разрешение где написано это фейк одному человек от но то так что удивительно если об этом объявили потому что это как раз все время говорил о том что разрешение дадут но анонсировать его не будет вот так что это ведь ну даже некотором смысле не очень корректно с точки зрения раскрытия военных планов и как бы заранее говоришь да ребят сейчас будет прилетать лучше всегда противника заставать врасплох но будем считать что это умышленная утечка информации потому что здесь угроза действий ничуть не слабее чем сама здесь вот когда говорим о перспективах военных действий мы должны понимать что ответственность за это сейчас лежит на европе европа сейчас не совсем к этому готовы поэтому образовавшиеся лакуны из надо заполнить соглашением о приобретении американских вооружений южнокорейских японских бразильских даже и индийских даже вот чтобы заткнуть вот на два года эту дыру а потом они развернут свое производство сейчас очень много признаков того что это делается кстати сказать с участием украины украина встраивается военно-промышленный комплекс европу очень быстро а касаясь здесь на обстановке найти могу сказать что вот смотри прошли выборы до огромное количество сейчас паникюрских каких-то настроений связанных с тем что цитирует а вот это когда-то говорил то-то а этот скид встречался тогда с тем ты и так далее так далее так надо ясно понимать что сегодня трамп которым осталось останется всего четыре года правления не имеет возможности там тратить время всякие долги процессы поэтому создает команду которая будет безусловно ему подчинена и лаяль принцип безусловной подчиненности и лояльности умение играть в команде он сейчас выставлен трапом на ведущую роль но это означает с другой стороны что многие из людей которые подбирают в эту команду они будут исполнителями исполнителями принятых решений не возникает вопрос а где и кем будут приниматься эти решения ну понятно трампом как президентом но ведь вокруг него даже должен быть круг людей которые помогают вырабатывать эти решения то самое узкое политбюро в котором будут формироваться политическая линия из нас кто смотрел много фотографий из белого дома ходе родных совещаний встреч так далее так далее знать что в оформленном кабинете белого дома при обсуждении самых острых вопросов как правило присутствует кроме президента еще семь-восемь человек не больше вот кто эти семь-восемь человек до из них как правило двое ну что называется по тематике обсуждаемого вопроса вот к остается там пять-шесть человек кроме президента которые будут формировать политику соединенных штатов помогать ему формировать и мы сейчас должны угадать и понять или может быть проще дождаться когда станет ясно кто входит в ближний круг ну подложку в ближний круг входит илон маск который входит конечно вице-президент по должности в него входит советник по национальной безопасности и подложке в него входит в водитель аппарата сотрудников белого дома то есть вот это валс это вайлис и это вэнс совершенно очевидно что сегодня туда попадает и илон маск в этот узкий круг ну тем более что он получит формальную должность фактически он возглавит главное инспекторское управление или инспекторское министерство даже который будет заниматься инспекцией всех ведомств с точки зрения их эффективности их работы на это возглавлял главное контрольное управление если угодно это аналогия с главным контрольным управлением потому что здесь будут оцениться с одной стороны насколько эффективно выполняются поставленные задачи потому что трап если он взял курс на безусловно причинение администрации все вертикали администрации он должен иметь и орган который будет оценивать вообще говорят то как пляж на другой стороны будет рассматривать вопрос том а какие деньги расходуются для достижения этих задач то есть вот это мощнейшая организация скорее всего будет особенно понимая как умеет работать илон маск кстати я не знаю расколте бене что в недалеком прошлом дважды обращался с просьбой к михалу сергеевичу карбачеву с просьбой значит номинировать его на нобелевскую премию посол мира по совокупному вкладу в развитие человечества но михал сергеевич номинировал дмитрия муратова новый я не буду там раскрывать некоторые детали в одном случае отказал потому что он обещал поддержку другому человеку а в другом случае он отказал ну даже может быть не успел окончательно перейти к рассмотрению потому что это был год его смерти вот ну короче говоря вот мы видим вот эти четыре сколько тогда четыре фигуры получил состоится там еще пара вакансий я честно говоря допускаю что это будут дональд трамп младший и кушта который очень себя эффективно зарекомендовал в прошлом администрацию трампа переговоры по авраамическим соглашение такой вот круг людей в котором принимаются вопросы я скажу так что ну настроение там разные конечно говорит о том что почему-то они должны делать путину подарки от барского плеча и зачем-то значит вот отдавать ему украину с какой бы стать да они будут заточены на то чтобы концентрироваться на китае чтобы передать сферу ответственности европе но это не означает что они вот скажут все там путин забирать чухош или и переверну оружие будет доставляться темпы поставок но они сегодня по сути дела байден гарантировал украине оружие необходимое практически на весь следующий год и мы кстати говоря сейчас увидим вообще нужно ли это украину оружие украине может если оно придет а никаких успехов на поле боя не украины достичь не сможет значит проблем уже не в поставках оружия считая проблема чем-то другом не будем там никого раздражать и обижать вот поэтому да европа должна принять на себя практически все ответственность за собственную безопасность и рассмотреть украину как часть европы но это не означает что там скажем сша будут выходить из над и наоборот хорошо расскажите попробовать конкретный вопрос вот смотри марка рубио да который как подтвердил трамп будет выдвинут номинирован на должности руководителя американского дипломатического ведомства государственного госдепартамента сша госдепартамент это в америке мид так вот по сути дела министр иностранных дел трампа человек который когда-то пытался составить ему конкуренцию в борьбе за президентское кресло в далеком уже 2016 году вот как ты думаешь как-то мне не верится что марка рубио отложил своих что называется повесил свои президентские амбиции на гость ты прав потому что предлагаешь расположить очень глубокий вопрос ясно что летом двадцать девятого года даже марте двадцать девятого года даже феврале двадцать девятого года сша будет другой президент и совершенно не исключено что в борьб борьбу за это президентское кресло включится некоторые люди которых сейчас трамп выдвинул на высокие должности конечно а может быть люди которые посоветовали трампу выдвинуть этих людей может быть они их выдвинули как раз под какие-то обязательства что не будут и баллотироваться двадцать восем году мы не знаем этих аппаратных внутренних соглашений но мы знаем что конечно вопрос о наследии трамп трампизм они не уйдут с угодом трапа с поста президента да идея трампизма как изоляциониста америка грейд агент она останется и она будет кто станет ее носителем и олицетворим может быть кто-то из тех кого мы только что упомянули а может быть кто-то другой кто за кантером находится посмотрим это еще четыре года впереди вот внутри когда начнется избирательная кампания в том момент уже пойдут праймерис и мы увидим общую конфигурацию но сегодня я повторюсь нет ни малейших оснований говорить о том что трамп возьмет и значит вот отшвырит скажет вот тебе владимир с моему барского плеча украина я сейчас помогу тебя дожать зеленского на выгодных тебе условия нет скорее всего позиция трампа будет такой мы готовы предложить компромисс мы готовы на нем настаивать если вам не нравится наш компромисс действуйте сами если вам нужно оружие покупаете и это сфера ответственности европы при этом европе будет предложена гарантия американского ядерного зонтика военная поддержка тем более что сейчас уже практически европу вышла на тот уровень двухпроцентной поддержки которую трамп требовал от нее в семнадцатом году европа отстает сегодня больше критики должно быть не в адрес сша а вот здесь европы мы говорили о том что европа должна решить ряд задач одна из них нейтрализация попытка использовать право вета другая выпуск денежных средств ну и дальше расходы не по тем четырем направлениям которые говорили оружие украине пополнение собственных запасов восстановление собственного военно-промышленного комплекса и восстановление собственных мобилизационных программ кстати говоря при всем том шульц сейчас действительно под давлением конечно своих коллег по правительству пистолиус и пербок он сейчас обсудился прорабатывает вопрос о ведении воинского призыва германии вопросы о комплектовании будущих европейских армий он сейчас решается как минимум в четырех разных моделях но эти модели находятся в проработке и видимо то скорой реализации осталось не так поговорить европа начинает понимать надо ей помогать и если с этой целью будут проходить митинги в берлине париже вильнюсе где угодно может это будет только приезд если нет то это напрасно трата а чем как ты думаешь шульц говорил с путиным он песков сегодня по моему заявил о том что разговор был очень хороший продуктивный вообще говорят этот звонок застал меня врасплох как своим фактом так и своим истолкованием потому что ну помню что фильм такой веселил вместо встречи изменить нельзя когда копченый говорит жиглову что же будут товарищи продавать я же не дешевка какая-то ты уже продавал так вот когда шульц говорит о том что я сказал путину что не будет никаких обсуждений украины на спину украины он как-то входит в известное противоречие с самим фактом своего звонка потому что сам факт звонка шульца путину без согласования позиции зеленский это и есть обсуждение украины без честь украины вот прости пожалуйста я как раз хотел бы здесь тебя вот о чем спросить и сам президент зеленский заявил что он против вообще каких-либо подобного рода звонков потому что они по словам украинского президента позволяют путину выйти из международной изоляции примерно в таком же ключе выступил бывший министр иностранных дел украины дмитрий кулеба вот такая постановка вопроса она тебе нравится я бы сказал так зеленой шульц мигнул ты понимаешь что я имею ввиду нет ну как говорят тут кто первым мигнет вот ставят боксеры на ринге на взбешном точнее сказать и смотрят друг другу в глаза и кто первым мигнет тот и значит опростоволосится вот шольц первым мигну звонил ли он по собственной инициативе или там же что произошло потом произошел обмен мнением между членами же 7 ситуация украине они как бы все члены все себе высказать за поддержку украины то чтобы не отступать от ранее сложных требований возвращение к нормам организации объединенных наций то есть выйдем всех российских войск с территории и так далее так далее но это слова а сам факт возникает а чё ты звонишь вот что ты звонишь услышать позицию путин ты услышал раньше ты звонишь сказать о своей позиции оглашал раньше значит и звонил чтобы сказать что-то еще и ты не говоришь о чем этом еще ты говорил и сразу возникает вопрос подозрение какие-то сговоры какие-то компромиссы вот знаешь там на трампа набрасывается который еще ничего не сделал и собственно говоря даже не заявил более-менее явно видишь что он собирается делать а шольц который взял и почему-то позвонил нарушение всех ну как бы понятийных отношений внутри же 7 он как-то вот что выйдет сухим я думаю что все дело в том что он мечется он понимает что мы с тобой говорили что 20 января двадцать девятого года трамп перестанет быть президентом соединенных штрафов и мы понимаем с тобой что скоро и шольц перестанет быть канцлером германии вот это попытка словировать это попытка перехватить голоса может быть у тех кто сейчас хочет голосовать за крайне правых которые значит козыряют своей близостью путин и тем что они могут принести немечный мир для германии и европы вот может быть он пытается наш последний момент подхватить часть голосов из этого лагеря но все это очень выглядит скверно и пахнет дурно я скажу так что он очередной раз доказал что относится к числу тех самых руководителей стран на которых я говорю что окончание холодной войны вынесла на первый план бургомистров социальных работников муниципальных советов вот он остается на этом уровне мышления он не лидер ну хорошо а вот если возвращаться к разговору о украинском президенте о владимире зеленском как тебе кажется какую линию он должен был бы занять уже ну ты меня заставляешь повторяться я что глубоко аморальным с моей стороны говорить о внутренних делах украины действует украинских политиков и так далее так далее они воюют они отбиваются а я все-таки гражданин страны которые на них напал их бомбит и если я сердцу на со своим носом давать им какие-то советы это будет выглядеть крайне не лицеприятно избавь меня от совету зеленского хорошо будь по-твоему ты представляешь как ему сложно будет сейчас вести переговоры если трамп поставит вопрос о необходимости усадить его и путина за стол каких-то переговоров я не знаю ни одного дня начиная с 24 февраля 22 года когда время было просто ни одного дня да у него будут какие-то проблемы и дальше но ты предлагаешь рассмотреть гипотетический вариант как ультиматума от трампа а что ты взял что это будет вот я ты знаешь последнее время меня как-то начинает настораживать такое явление в респектабельных газетах появляется какая-нибудь глупость который потом разгоняется раньше это делать как выбрасывается там какой-нибудь газете на периферии мира потом ее начинает цитировать вот так работал служба внешней разведки так работал по гу пгб да вот а сейчас вот смотришь вашингтон пост раз за разом публикует всякую ерунду который вот скажем помнишь эту историю звонок трампа путина да ты меня спросил тебя сразу сказал что звонка скорее всего не было теперь в общем люди понимают туда скорее всего его и не было но кто-то в вашингтон пост эту глупость написал по чему-то заказу да и потом появился десятки статей и не было новых источников где были только ссылки на вашингтон пост на бесконечное количество комментариев ах а все пропало всего все так скверно все никуда потому что вот ну целый корпус да и так каждый раз происходит то значит гардиан что-то опубликует да то еще кто-нибудь ну и вот еще ничего не произошло а уже знаешь возникло состояние какого-то психоза на тему что все пропало да такой без какой стати оружие полилось в украину рекой до 20 января это будет просто поток в оружии да вот извини пожалуйста перебиваю тебя но обратил внимание бы на информацию который поделился известный украинский военный аналитик полковник сергей грабский который сказал так аккуратно насколько мне известно сейчас фактически установлен воздушный мост с одним известным аэропортом в восточной части польши куда все время один за другим садятся самолеты ну опять я конечно не сергей грабский но давай я просто напомню тебе что я сказал когда байден да байден готов был это решение принимал только в интерес к избирательной кампании я говорю что 6 января он отпустит уздечку он даст команду выделить все и наивны те люди которые думают что с этого момента америка начнет готовиться выделять вооружение я тебе сказал что 6 января он даст команду а к этому моменту уже все необходимое будет заскладировано расписаны методы транспортировки номера бортов на которых все это будет перевозиться порядок загрузки порядок доставки распределения охранения и так далее так далее вся эта колоссальная логистическая работа была проделана к 6 января 6 января был просто запущен маховик то есть мы видим оружие полилось рекой там там дано добро на использование представителей фирм контракторов для работы в украине сейчас отпустили выстречку знать по применению атакмусов я вполне допускаю не могу это суверен сказать но вполне допускаю что будет принято решение о воздушном зонтике над западной украины в ответ на появление вот это в ответ на появление корейских солдат то есть россия твердная корея и китай продемонстрировали европейцам как они умеют принимать критически важное решение без проволочек и пока европейцы два с полу почти уже три года рассуждали а ну какие вот запреты существуют а какие красные линии есть а можно ли да нельзя допустить эскалации так далее и так далее эти взяли просто отправляют солдат просто отправляют ракеты просто отправляют снаряды и так далее так далее понадобится еще солдат отправить европа наконец должна понять что время растянутых решений прошло и она понимает это на сегодня ситуация украины выглядит на данный момент очень хорошо еще раз поток оружия которые они хотели просто потом значит подготовлены к применению бригады раньше было 14 бригад часов мы знаем процесс совершил укомплектование еще одной бригады там и меня на киевской вот где-то кто-то еще ну короче говоря на сегодня ситуация украины с точки зрения военного обеспечения как никогда хороша я не знаю другого насколько украинские войска готовы продолжать ожесточенные сопротивления но я верю что идет активные бои в курской области что вся наступательная операция россии сконцентрируется против может быть километров 200 а то и меньше и активность на других направлениях затухла это говорит о том что российские войска близки к исчерпанию а тут со всех сторон только и слышно ой как плохо ой как плохо ой как все нехорошо да когда же это кончится какое-то умственное расстройство просто общественных массах наступила впереди тяжелая опять-таки говоришь что китай выступил вступает уже однозначно на стороне россии он тягивается с днем все активно поставляет уже готовые вооружения и так далее так то есть это противостояние двух миров несчастье украины в том что эпицентр противостояния приходится на ее территорию но это конечно как большое противостояние она и не будет исчерпана момента трамп придет к власти трамп будет договариваться 7 о том чтобы ограничить что вообще вернуть мир в условии мирного сосуществования мы с тобой говорили о том что ключик к решению принципа вопроса в отношении сша и китая на каких условиях трамп и все будут договариваться по поводу украины мы не знаем но есть еще такой актер как европа есть такой акта как сама украина как украинский народ но пока то вот откуда сейчас все эти понятия вот из этих самых публикаций которые вот как будто продолжается избирательная кампания где надо там вести себя как же положено опубликовал в общем тот пост весьма стомнительную статью но не чтобы как вот мы с тобой сразу сказали скорее всего это чепуха нет начинаются десятки публикаций на этот счет да то есть либо это хорошо проплачено из москвы компания либо это общее состояние какого-то но тем не менее факт остается фактом что вот скажем в украине если посмотреть на многочисленные публикации абсолютно на сто пятьдесят процентов про украинских средств массовой информации блогеров ютьюберов и так далее ведется детальный анализ биографии вот этих самых выдвиженцев трампа на разные высокие посты в государственном аппарате знаешь я этого не люблю ну хватит я уже объяснил что люди отобраны по умению играть в команде по умению выполнять спущенные им указания да указание будет спускать узкое политбюро мы с тобой примерно сейчас говорили о его составе там есть люди такие как рубио как валтс секрет совете потенциальной безопасности который уж так категорично высказать по поводу российской агрессии что дальше не будет вот рубио голосовал против вооруженной помощи украины ну ты же понимаешь что это был вопрос избирательной кампании республиканцы тормозили выделение средств потому что боялись что демократы получив эти деньги одержат победу войне в украине летом и минимизируют их шансы на выбор на этом ну ну что мы не понимаем что ли эти вещи понимаем видим и знаем что отталкиваться от них совершенно некорректно все игра с 20 января пойдет совсем другая игра новые штаб принятия политических решений в зависимости от того как будет идти переговоры с китаем как будет вообще выстраиваться ситуация с европой и так далее будет принимать решение но эти решения могут быть обязательны вы опять за просим уважаемые зрители простите меня пожалуйста я задержу штатив на котором установлена камера и вызвал некие неудобства даст но пожалуйста сегодня-то остановитесь прекратите нагнетать психоз который вы понимаете это же можно катиться до окопов с украинской стороны вы же подрываете боевой дух солдат которые сегодня держат линии обороны напротив местами наступают вот прекратите весь этот позорный скандал публичный на счет того что все пропал но к вопросу о панике вот честно говоря я несколько удивлен решением поручить антиваксору роберту кеннаде младшему руководство национальной системой здравоохранения я тоже моя невестка в восторге потому что она тоже антиваксор и она тоже противник бургеров и всяких вот фастфудов значит кеннеди ассоциируется со своей борьбой с прививками с фастфудами научный прогресс в области медицины да ну что если его утвердить сенат а кстати говоря вот ну вот знаешь как-то забыли упомянуть одну очень важную тему да пока мы говорим с тобой о номинации да то есть мы не говорим о номинации а два назначения фактически уже состояли два назначения это председателя сената и председателя палаты представителей конгресса причем председателем сената эльдом тун который ну не был приоритет не председателем сената лидером республиканского большинства в сенате ты понимаешь есть одно большинство то он и председатель сената и председатель сенате вице-президент сша в тех случаях когда есть паритет голосов да ну и так более сложное название то мы сейчас просто заморочим голову короче говоря при наличии большинства голосов руководитель большинства является председателем сената вот короче говоря трамп предлагал другую кандидатуру скотта в тайном голосовании она не прошла а почему это важно потому что трамп предлагает распустить конгресс сенат на каникулы чтобы обойти значит необходимую конституционную процедуру рассмотрение кандидатуры и утверждение их сената и вот вполне возможно что под руководством тона этого не произойдет и сенат будет рассматривать кандидатуру и тогда придется отвечать на некоторые вопросы почему в данном случае это важно потому что я знаю что когда я приду сейчас домой и невестка значит меня встретит очень неладского я убежден в том что антивакцинистская позиция может обернуться колоссальным количеством людских потерь в соединенных штатах это хорошо что последняя эпидемия коэта была как я называю благословенная эпидемия потому что она не поражала детей молодежь она только нам внесла угрозу да а вот если придет эпидемия который будет высок уровень смертельных случаев для молодых для детей а департамент здравоохранения будет возглавлять человек противник вакцин который не будет выделять денег на разработку вакцин там ведь предсовершил огромную работу там я знаю его ненавидят ноги но тем не менее при нем как при президенте в рекордные сроки была выработана вакцина что самое главное она была немедленно сертифицирована так вот если минздрав условно говорят в условиях критических эпидемий займет другую позицию это обернется огромными людскими потери вот это надо иметь ввиду и поэтому все-таки знаете я всегда говорю что отрицает вакцины и утверждает что земля плоская но это как бы явление из одного ряда и доходить рассматривать как курьез но не как руководство деятелю политических руководителей а кстати да у нас же есть пример когда политический руководитель исходил из того что земля плоская если поле шайку как-то сказал что в нашем ударе в сирии мы не учли кривизну земного шара я верю я верю что что это не ну это хорошо известное событие над ним тогда значит вот тогда отличился двумя первых значит он сначала сказал что мы не учли что земля не плоская мы не учли кривизну земного шара а вторых он значит изложил плоскость сирии в три раза превышавшую ее реальную плоскость и сказал что а мы учились склоны оврагов город прошлом сергей кожугедович очень дружил журналистами периодически с ним встречался я был как-то на одной из таких встреч и он на полном серьезе он рассказывал о том какие у него есть замечательные люди работающие в министерстве по чрезвычайным ситуациям что у него там есть чуть ли не какой-то научный исследовательский центр в котором сидят гениальные люди в частности на полном серьезе утверждал что у него есть человек который умеет выделять чистый стопроцентный феррум то есть чистое стопроцентное железо без единой примеси я тоже умеешь это фокус хорошо известно серьезно ну конечно доставим фокусникам их профессиональное мастерство я помню как было выступление копяна и дошел до иступления потому что я хотел его поймать вот у меня перед носом я сидел в первом ряду он манипулирует а я не могу понять как в этом же их молодцы это бизнес вот экстрасенсорику мы с собой отложили на 2 декабря это правда экстрасенсорика у нас в плане на 2 декабря значит появился некий человек ты знаешь ну просто обязительное впечатление производит 28 лет парень он говорит что я могу установить диалог с вашими умершими родственниками близкими людям может быть ты будешь был такой фильм привидение там ну да так как раз была героиня разводила на этом несчастных верующих людей ну это вот мерзавцы мерзавцы иначе не скажешь слушай есть несколько вопросов о событиях которые произошли в российской федерации как ты мог бы прокомментировать историю с задержание вероники долиной ну слушай это далеко не самое жесткое проявление того что происходит в российской федерации но в россии опустилась фашизм россия нырнула фашизм она откатывается на десятилетия по некоторым показателям на века назад человек полностью бесправедность не можно делать все что угодно я понимаю так что вероника долина она пострадала с одной стороны за то что она мать некую политика который назвать политиком он кино но просто очень острый но по-моему не у есть какая-то ярко выраженная гражданская позиция неприятие к нынешнему время вот которую не скрывает и в этом качестве она могла попасть на карандаш мало во вторых конечно но все-таки люди должны взрослые понимать ты ты можешь попасть на карандаш тебе могут быть приняты мир но ты не представляйся хотя ты должен понимать какие лекарства ты везешь надо быть ребенка и надо давать повод не надо вести с собой смартфон в котором записаны переписка там и твои выступления найти путинскую тему не надо вести лекарства с высоким содержанием наркотика и так далее так далее но это я повторяю это же подоплека события понятно но оно далеко не самое яркое и далеко не самое жестокое из того что происходило в последнее время ведь мы видим кучу случаев детей вырывают из семьи врачей учителей наказывают за сказанное и даже несказанное слово понимаешь парадокс заключается в том что там одну даму осудили врача по устному заявлению ее пациентки свидетели не было просто было игнорировано фундаментальное право фундаментальный правило что любое сомнение толкуется пользу обвиняем понимаешь ну то что мы говорим сажают кого хотят и будут сажать кого хотят и это список не будет кончаться никогда не бывает чтобы система сама без жуткого указания сверху сказал все все всех врагов посадили теперь работа для нас не устала не осталось пойдем значит косить огород нет вот выдуматься все новые и новые враги будут заводиться все новые и новые дела да то есть система никогда не останавливается вот мы видим с тобой прекрасный пример это список иноагент все знали иноагентов первых там анонсах сейчас уже называется фамилии которые вообще никому не известны но просто потому что создан отдел который этим занимается и он не может остановить свою работу да он не может прийти к начальнику искать все у нас работы больше не он должен находить все новые и новые жертвы так оно и будет происходить поэтому лучше не возвращайтесь в россию а если возвращаетесь но хоть какие-то элементарные меры безопасности соблюдать ну вероника долина как я понимаю поехала в россию только с одной целью на похороны известного поэта дмитрия сухарева а я не поехал на похороны сына о чем ты мне говоришь я не тебе говорю о чем ты мне говоришь ты понимаешь какая для нас женой трагедия была мы не смогли попрощаться с сыном а ты она пойдет на похороны режиссеры пожалуйста убери это принимается а а